В актовом зале городской мэрии состоялось заседание членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В работе собрания приняли участие заместитель главы администрации Хайбула Умаров, сотрудники правоохранительных органов, городской администрации и средств массовой информации. Право выступить по первому вопросу было предоставлено пресс-секретарю администрации на жюри Абдулаеву. Пресс-сужбой администрации города проводят парламентную работу по освещению деятельностей межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. За 2018 год на официальном сайте городской администрации в газете «Дружба» и в местном телеканале «ГРС» было опубликовано 15 материалов. Я когда говорю 15 материалов, я имею в виду такие основные мероприятия. К освещению деятельности межведомственной комиссии можно отнести практически каждую сферу деятельности из тех субъектов профилактики, которые у нас активно работают в муниципалитете. Поэтому, если их все считать, там будет большая, внушительная цифра. Основным предложением по работе, по усилению работы на следующий год, вот я однокомен со спалами, опять и тоже, там есть. Хотелось бы сделать все-таки акцент на развертывание линейки изготовления, линейки видеороликов, которые будут направлены именно на профилактику нарушений буквально каждого разного направления. Не зацикливаться на каком-то отдельном, определенном, при том, среди несовершеннолетних, а сделать и по кражам, и по сомблению право-здорожного движения. С общей информацией об итогах работы молодежных волонтерских отрядов в 2018 году выступила начальник отдела молодежи и туризма Айшат Атаева. Волонтерский отряд «Добрые сердца» в этом году мы назвали в рамках года «Доброгорца». Он насчитывает более 100, я остановилась на этой цифре, потому что он там, возможно, еще больше, потому что где-то начиная уже с сентября месяца первые курсы тоже поступили, вступили в ряды волонтерства. Направление назову, потому что мероприятий очень много по каждому направлению. Это социальная помощь, оказание помощи ветеранам, пожилым, людям, детям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей, сирот, больницы и так далее. Профилактические – это пропаганда здорового образа жизни, профилактика социальных явлений, организация наставнической деятельности в отношении подростков группы Лиска, патриотическое направление, то есть организация и участие в проведении патриотических акций, мероприятий и так далее. Спортивное, здесь ясно, творческое развитие, оказание помощи в организации патриотических мероприятий, конкурсов, праздников и последнее – это интеллектуальное развитие, участие в форумах, образовательных, оказание, опять-таки, помощи в организации проведения тематических мероприятий и так далее. Что хочется сказать? По завершению выступлений членам комиссии предстояло обсудить план дальнейшей работы по профилактике правонарушений. Также составу комиссии было рекомендовано внести предложения и дополнения в работу для достижения положительных результатов в снижении количества правонарушений.